Коллеги, всем добрый день. Сегодня я хотела бы поговорить с вами немного о хайпе и о том, как его можно мониторить. И представить вам наш инструмент, новый хайп-сисмометр, который мы разработали вместе с ADV Lab и который уже с сегодняшнего дня могут все использовать, кто с нами пообщается и получит доступ к нашему инструменту. Ну, собственно, хотелось бы начать с того, чтобы мы все с вами говорили на одном языке. И что же такое хайп? На самом деле, если начать гуглить это определение, его по факту не существует, потому что это англицизм, который пришел в русский язык, и на Википедии вы не найдете определение понятия хайп. Хайп в переводе с английского — это просто что-то очень популярное, шумиха, ажиотаж вокруг чего-то. И словить хайп — это значит стать максимально известным. Хайп, собственно, как и любое информационное событие, оно имело свою историю развития и постоянно эволюционирует. Если раньше все самые популярные обсуждения и темы мы узнавали из газет, которые писали о событиях, произошедших вчера, после этого на телевидении мы стали узнавать новости, которые происходят сегодня, либо произошли вчера накануне вечером, то с появлением интернета мы узнаем новости с ежечасным обновлением и даже поминутным, если это какие-то крупные, не очень приятные или приятные события. Поэтому для любого бренда очень важно понимать, что сейчас действительно на хайпе и выстраивать свой диалог с потребителем и со своей аудиторией именно о том, что им максимально близко. Именно по этим двум причинам, во-первых, по ловле основных трендов, а во-вторых, для выстраивания коммуникации с аудиторией, прежде всего в своих социальных аккаунтах, аккаунтов брендов, нами был создан инструмент Hype Seismometer. Как известно, бренды уже и сейчас активно работают с хайп-темами. Опять же, возвращаясь к самому крупному событию прошедшего года, это чемпионат мира по футболу, мы все видели, как активно использовался тренд, который возник в период матча Россия и Испания, когда мы увидели трех жующих в кокошниках родственников, и бренды активно среагировали на это и стали изменять логотипы в аккаунтах своих социальных сетей, а также использовать креативы, прописывая сообщения и делая отдельные посты именно на самые популярные темы. Креативов было очень много. Если погуглить, все бренды очень активно писали и использовали их в своих постах в ведении соцсетей. Ну и что самое важное, важно быть уже сегодня там, где конкуренты будут завтра. И если крупные события, они очевидны, и все об этом говорят, например, пишут новостные ресурсы, то многие достаточно узкие категории, которые выбирает бренд для своего позиционирования, они достаточно узкие, и многие новостные порталы просто до этого не доходят. Но если вы присутствуете на определенной территории, например, музыки или киберспорта, то хайп-темы там точно так же возникают с разной регулярностью. И если вы на этой территории присутствуете, вам важно понимать, о чем говорит ваша аудитория в каждой конкретной важной для вас теме. Поэтому мы задались вопросом, где это брать. Мы хотим написать крутую стратегию или круто вести свой СММ, но на самом деле инструмента до этого такого не существовало, который отвечал бы нашим требованиям. Это были либо крупные анализирующие боты именно по новостным ресурсам, либо это совершенно нерепрезентативные, семантические, неверные анализы и некорректные выдачи, либо это просто высокая стоимость каких-то международных тулов, которые тоже не очень были применимы в российской реальности. Собственно, так был создан хайп-сисмометр. Это бот, который анализирует самые обсуждаемые темы в российском Рунете, ну, в российском благосфере. И сделано было на основе Телеграма, который репрезентирует все остальные социальные российские сети. Как, собственно, мы анализируем? Вот это такая красивая большая картинка – это вселенная Телеграм. Все сообщества внутри Телеграм связаны между собой. Они либо подписаны друг на друга, либо они репостят друг друга, либо упоминают в своих сообщениях. И общее информационное поле, оно огромное. За счет этого мы получаем широкий охват сообщений, и тема набирает за счет скорости распространения и количества упоминаний постов и репостов получается тот самый хайп, за которым мы и охотимся. Почему Телеграм? Во-первых, Телеграм – это сейчас один из трех топовых мобильных коммуникационных приложений после WhatsApp и во ВКонтакте. А во-вторых, почему не ВКонтакте, а Телеграм? Мы на основе анализа Треграм, если разбивать все тексты во ВКонтакте и в Телеграме всех сообщений, можно увидеть, что во ВКонтакте очень большое количество неоригинального контента. Все друг друга просто копируют и вставляют. Тем самым получается дублирование огромного количества сообщений и появляются псевдо-хайп темы. Телеграм, в отличие от ВКонтакте, намного оригинальнее и коэффициент как раз-таки скорости контента по сравнению с ВКонтакте в два раза меньше. Это очень круто, поэтому мы использовали Телеграм. И для репрезентативности данных в Телеграме также существуют так называемые информационные тупики. Это очень узкие сообщества, которые не выходят за грани друг друга. Например, я люблю вязать крестиком ночами. И таких сообществ очень мало, потому что людей, вовлеченных в эти темы, мало, и они не выходят за грани своего блока информационных сообществ. Такие сообщества мы исключаем. Тем самым в Телеграме, анализируя большое количество данных, которых действительно, в принципе, хватает для широких анализов, на территории хайпа. Мы используем четыре основных. Это охват поста, это количество постов, количество репостов и количество упоминаний данного канала. О том, как подробно работает наш бот, мы рассказывали уже на Big Data конференции. В принципе, отдельно можем с вами пообщаться. Тоже подробно рассказать, не буду на этом останавливаться. Скажу лишь, что мы собираем все данные по категориям. Мы разбили все сообщества на категории. Внутри них выделили более трех тысяч в каждом из категорий сообществ, которые репрезентируют ту или иную тему. И дальше собираем уже данные по каждому из сообществ внутри каждой категории. Поэтому мы можем с уверенностью заявлять то, чем мы руководствовались, и то, что у нас есть сейчас. Данные репрезентативны. Они отвечают действительно тому, что происходит сейчас. И я покажу на примерах, почему это так. Во-вторых, мы собираем всю информацию в режиме реального времени. Гэп по сравнению с тем, что запостилось и стало хайповым, поставляет небольшое количество часов, порядка пяти. То есть мы можем уже мониторить то, что было вчера, и даже то, что происходит сегодня утром. То есть бот автоматически проходит все сообщества и собирает всю эту информацию. И, во-вторых, это простой очень интерфейс, который доступен каждому. Это бот внутри самого Телеграма. Получая доступ к нему, можно очень просто получить нужную информацию. Соответственно, что есть сейчас внутри нашего инструмента? Это 13 категорий совершенно разных тем. Это музыка, это кино, это игры. Это кросс-категория, которая анализирует все информационные сообщества и выдает топовую подборку вокруг всех категорий. Это возможность выбора интервала, который вам интересен. Интересно посмотреть хайп в рамках месяца, недели или дня. Ну и также есть возможность добавлять категории и редактировать текущую подборку, делая ее достаточно персонализированной. Соответственно, бот выглядит внутри вот так. Это достаточно рабочий инструмент, который может использовать особенно и самым агентство в рамках ежедневной, ежечасной своей работы. Очень простая кнопка запуска, которая выдает вам возможность выбора и категории, и нужного вам интервала. Автоматически дается выдача трех основных отчетов. Первый отчет – это топ-беграммы, либо просто самые топовые, топ-10 хайповых тем на данный момент в выбранной категории. Представлено, прежде всего, словосочетанием, тем, которыми не всегда очевидно, что за ним стоит. Поэтому есть отдельный расширенный файл, где есть цитаты по каждому из топовых тем, где можно посмотреть, о чем она и понять, почитать подробнее. Как раз я говорила о репрезентативности наших данных. Хотела бы показать непосредственно пример. Например, категория видео и фильмы, прошедшая неделя. И мы видим, что в топе словосочетания «Проклятие монахини». И если посмотреть ресурсы и Гугла, и Яндекса, и даже просто вести поиски, то на прошлой неделе вышел фильм, и он активно обсуждался «Проклятие монахини». Вокруг него действительно сейчас очень много обсуждений. Мы видим, что количество тем и запросов, которые есть внутри поисковых систем, оно огромное. Тем самым, действительно, то, что сейчас обсуждается внутри Телеграм, оно обсуждается внутри Рунета. Даже если взять кросс-категории, посмотреть в периоде и недели, и день, достаточно разные периоды, но все они тоже репрезентативны. Если посмотреть на неделю, то мы видим, было событие, пропала журналистка в Екатеринбурге, и как раз-таки Телеграм тоже на это отреагировал. И буквально утром в понедельник, на дневной основе, мы видим, что самой популярной новостью было про Вилу Киселева в Крыму, и Телеграм тоже на это отреагировал, и, собственно, в отчете выдал это в топ. Соответственно, как можно использовать? Это прежде всего для ведения своих аккаунтов, брендов в социальных сетях, для написания СММ-стратегий, коммуникационных стратегий, ну и вообще, чтобы быть в теме, о чем говорит сейчас ваша аудитория, и что интересно. Поэтому предлагаем вместе хайповать, и если интересно, всегда обращайтесь, обсудим. Спасибо. Мария, спасибо большое.